Короли и королев Англии Виктории, современная монархия Может вы подумали, что сказанное выше относится к средневековым королям? Мол, этот фильм о современной монархии, от Виктории до нашей дорогой королевы сегодня, и такого быть просто не могло. Неужели? Увидите. Спросите, при чем вожделение, когда речь о почтенной королеве Виктории? Она тоже была молодой, а ее муж, принц Альберт, дал свое имя не только мосту, концертному залу и мемориалу. Одна королевская особа сделала пирсинг в его честь. Мы не скажем, где это кольцо соприкасалось с принцем Альбертом. Попробуйте догадаться. Он осчастливил Викторию, девять детей. Наш фильм не коллекция пустячков, интересных для таблоидов. Мы впервые на телевидении откроем, что в 1931 году дед нынешней королевы Георг V на несколько дней взял на себя лично правление страной. Он верил, что только это спасет страну от революции. Большинство документов, связанных с этим, пока засекречены. Много ли мы знаем о том, что происходит? В 1867 году Уолтер Бэджо сказал в книге о британской конституции, что у нее две части – исполнительная и величественная. Величественная возглавлялась королевой. Это был своего рода театр, целью которого было внушить людям лояльность. Реальная власть принадлежала исполнительной части, сосредоточенной в секретной группе, называемой кабинет. Все поверили книге Бэджо. Правительство поощряло эту веру. Ее же временами поддерживала королевская семья. Почему нет, верно? Истина скрывалась в другом. Когда 18-летняя Виктория взошла на трон, вряд ли она предполагала, что будет править страной. Ее воспитали довольно странно. Ее отец был братом королей Георга IV и Вильгельма IV, но умер в ее раннем детстве. Ее мать, строгая немецкая принцесса, считала, что дочь не должна участвовать в сомнительной жизни двора. Она не исключала, что дочь мог бы убить один из братьев ее отца, стремившихся сесть на трон. Девочку воспитывали в изоляции, в Кенсингтон-Пелосе, в то время не связанном с Лондоном. Становясь королевой, Виктория надеялась отделаться от матери и надзирательниц, покинуть спальню матери. В 19 лет она безудержно и навсегда влюбилась в своего кузена, 20-летнего младшего сына герцога Саксон-Кабур-Готского. Он так статен, у него прекрасные глаза, мое сердце трепещет. Кузен постарался соответствовать. Кольцо от упомянутого пирсинга, если оно существовало, кто может знать, было где-то в цепочку, сглаживавшую линию его брюк. Они поженились в 1840 году. Тогда Виктория была не очень популярна, своевольная, упрямая. Она помешала смене правительства, чтобы это не помешало ее домашним мероприятиям. Премьер-министр, лорд Мелборн, назначил ее придворными дамами, жен и дочерей своих сторонников. Когда его правительство пало и к власти пришел Роберт Пил, тот предлагал сменить хотя бы часть этих дам, чтобы двор не был полностью однопартийным. Виктория отказала. Пил подал в отставку, и Мелборн ненадолго вернулся к власти. Людям не нравились дела королевы, и она сама. Не нравился чопорный принц Альберт. Пил, вернувшись к власти, выделил ему содержание в половину того, что требовала Виктория, сказав, что народ очень беден. Что было правдой? Положение трона было довольно шатким. Не верилось, что эта монархия станет самой надежной и богатой в мире. Как это случилось? Садясь на трон, Виктория имела лишь доход герцогства Ланкастерского. 27 тысяч фунтов в год. В 1990 году Санди Таймс писала, что королева Елизавета Вторая стоит 6,7 миллиардов фунтов. Это 10 миллиардов сейчас, богаче любого другого в стране, и с большим отрывом. Правда, в последнем рейтинге за ней числилось лишь 250 миллионов. Что, она просадила 90% денег на скачках? Пожертвовала на бедность? Нет. Вторая сумма возникла, когда было решено не учитывать то, что доверено королеве нацией. Не может же королева продать коронные драгоценности и прикарманить выручку. Но у большинства богачей имущество тоже находится в доверительной собственности, но считается принадлежащим им, раз они им распоряжаются. У супругов появились доходы, когда Альберт возглавил королевские финансы. Быть королем ему не дали, он был на подозрении. Но Виктория позволила ему вести свои дела, и он преуспел поразительно. Вот королевский дворец, невероятный готический античный стиль. Мытьем окон в Букингемском дворце занимались подчиненные лорда Чемберлена, исключая кухню и буфетную. Тогда вызывали лорда Стюарта, но оба не касались окон снаружи, за этим смотрел департамент лесов. Разведением огня занимался лорд Стюарт, освящением – лорд Чемберлен, и когда их подчиненные не ладили, королева мерзла. Другим дворцовым слугам платили за работу, суть и цель которой уже забылась. И тут входит Альберт с кипятком и топориком. Он разобрался во всем и значительно сократил расходы Виктории. Альберт поразительно умел организовывать работу, и когда задумал великую выставку мирового искусства и индустрии, никто не сомневался, что он своего добьется. Конечно, сомнения были. Не было веры в этот выставочный зал, хрустальный дворец, огромную теплицу, возведенную садовником, и когда было понятно, что зал будут посещать тысячи людей, стали бояться, что туда проберутся революционеры. Открытие великой выставки 1 мая 1851 года стало захватывающим днем для народа и Виктории. К королевской чете стали относиться с энтузиазмом, и никого не удивило, что через год эксцентричный сквалыга Альберт впишет в свое завещание полмиллиона для королевы. Влияние Альберта в правительстве росло, что, понятно, лишило его популярности. К 1854 году считалось, что Альберт предатель, и в сговоре с Россией изгоняет с постов лояльных министров. Вокруг Тауэра собирались толпы, когда пошли слухи, будто Альберта и Викторию арестовали за измену. Неистовство улеглось, но по-прежнему оставались две нерешенные проблемы. Во-первых, королеве с супругом нужно было участвовать в управлении страной, что не приветствовалось любым представительным правительствам. Во-вторых, люди понимали, что монарх извлекает доходы, что им не нравилось. Решение нашли в том, чтобы скрыть происходящее под завесой тайны. Эта завеса до сих пор сохраняется. Когда я дошел до одной любопытной части этой истории, мне потребовались бумаги, которые могло опубликовать Министерство обороны. Министр флота, Дэвид Оуэн, просмотрел бумаги и издал их, но важнейшие документы отсутствовали. Они рассматривались как частная собственность короны и хранились в Королевском архиве, «Туда меня не пустили». Реальную роль Альберта также скрывали. По сути, он был действующим королем Англии, что оставалось за сценой. Титул, полученный им в 1857 году, гласил «Принц-соправитель». После смерти Альберта королева издала ужасный крик. Она так и не оправилась. Она уехала в Шотландию и предалась, как всем казалось, бесконечному трауру. Супруги построили себе ряд пристанищ. Осборн на острове Уайт, Седрингем в Норфолке и любимой королевой Болмарау. Здесь она жила месяцами с доверенным слугой-шотландцем Джоном Брауном. Ему дозволялось быть довольно фамильярным, так что королеву называли «Миссис Браун». Виктория не видела необходимости участвовать в церемониях типа открытия парламента, полагая, что достаточно ее скрытой роли как главы правительства. В результате многие удивлялись, за что ей платят содержание. Она получала с самого начала ее правления 385 тысяч фунтов в год от правительства. Столько ей не было нужно. Расходы на ее двор были значительно ниже, чем, например, расходы Георга IV. А поскольку королева не была на виду, многие не понимали, зачем ей столько денег. В 1870 году возникло сильное республиканское движение, проявившее себя в газетах, больших общественных митингах и парламенте. Характер страны радикально изменился. Новые индустриальные города загрязнили воздух дымом и копотью. Формировался новый класс из низкооплачиваемых рабочих и ремесленников, строителей, шахтеров и металлургов. Эти люди находились вне мира политики, не были привязаны к традиционным политическим структурам, и их было большинством. Антикоролевские настроения возникали каждый раз, когда у парламента просили повысить содержание детей Виктории, которые достигали брачного возраста. Но вполне вероятно, что именно эти дети спасли королеве трон. Ни один государственный деятель не решился бы расстаться с королевской семьей, зная, что династические браки детей открывают двери канцелярии Европы. Старшая дочь Виктории вышла за наследника кайзера Германской империи и имела сильное влияние на мужа. Укол в спину Бисмарку. Наследник британского трона Альберт Эдвард женился на Александре, дочери короля Дании и сестре короля Греции. Греческую корону предлагали даже другому сыну, Альфреду. Греки изгнали своего короля и всеобщим голосованием решали, кому достанется трон. 95% проголосовали за Альфреда, 18-летнего мичмана королевского флота. Британское правительство вынудило его отказаться. Оно обещало не вмешиваться в дела Греции. Англии. Ничего. Эта корона досталась сыну короля Дании, доброго друга Англии, а Альфред в 1874 году женился на дочери царя Александра II. Тоже неплохо, учитывая англо-русский спор из-за границ Индии. Все эти браки дали много хорошо пристроенных детей, и в 1901 году, когда Виктория умерла, она оставила свыше 90 потомков. Даже готовить им подарки на день рождения работа с полной занятостью. Правительство Германии, Греции, Румынии, Норвегии, России, Югославии, Испании, Швеции ведут происхождение от этой дородной женщины. В этих королевских браках имелось и темное пятно. Виктория была носительницей гемофилии, неспособности крови к сворачиванию. И эта болезнь поразила испанскую, прусскую и российскую королевские семьи. Даже если бы правительство знало об этом, оно не стало бы проливать слезы. Как система влияния на заграницу, монархия стоила затраченных денег. Она давала преимущество и у себя. Люди стали лояльнее к стране, пусть даже ненавидели правительство. Это очень полезно, когда правление в ваших руках. Но чтобы народ продолжал покупать монархию, нужны были новые бренды. В 1867 году новый премьер от партии Тори Дизраэли сумел это сделать лестью и флиртом. Он отвлек Викторию от раура, выманил в публичную жизнь. Ее сделали императрицей Индии, а значит королевой императрицей. Британия была мировой державой, вела мировую торговлю, остальные были лишь карликами. Флот доминировал в океанах, империя росла по принципу торговля приходит вслед за флагом. И этот флаг развивался в отдаленных углах земного шара. Других просто не было. Как маленькая страна с маленькой армией правила все большей территорией. Этого нельзя было сделать силой. Требовалось согласие управляемых. Поэтому театрализованный викторианский империализм предизраэли стал предлагать народам своей империи гордиться своим подданством. Они были под властью не кучки промышленников и политиков, а важной и чопорной великой королевы. Виктория стала логотипом Британской империи. Ее изображения заполонили мир. В основном из-за выпуска почтовых марок. Ее статуи появлялись в каждом значительном городе. А если не статуи, то Виктория-стрит, Виктория-парк, Виктория и еще что-то. Процесс достиг апогея к ее золотому юбилею в 1887 году. Представители ее доминионов заполонили Лондон, а оттуда хлынули безобразные общественные залы, башни с часами, фонтаны и статуи, изуродовав общественные места четверти планеты. После смерти Виктории мало кто помнил, что когда-то ее трон находился в опасности, а она правила так долго, 64 года, что людям трудно было вспомнить какого-либо другого суверена. Ее смерть в 1901 году на 22 день нового столетия казалась удивительной. Виктория стала синонимом Британской империи. Британцы в 20-м столетии оказались без присмотра великой наседки. Эдуард седьмой Виктория оставила длинный след. Елизавета Вторая, взошедшая на трон через 51 год, была первой ее преемницей, не знавшей ее лично. Старшему сыну Виктории, королю Эдуарду Второму, было 59 лет. Похороны Виктории и коронация Эдуарда привели к возникновению множества традиций церемоний. Неудивительно, что в такой атмосфере Эдуарду положили содержание больше, чем было у Виктории. Раздавались голоса, зачем королю такой же доход, как у Эндрю Карнеги, тогдашнего Билла Гейтса, но никто их не слушал. Эдуарду выпало тяжелое детство. Виктория подходила к нему с меркой своего идеального воображаемого героя, его отца. Понятно, молодой Эдуард взбунтовался. Его первый визит к проститутке шокировал царственных родителей. Потом фатальной болезни его сына Альберта Виктория неизменно винила порочного отца. Виктория срочно женила Эдуарда. Семейная жизнь поможет держать его в узде. принцесса Александра Датская была прекрасной, но глухой и не годилась в компанию. Не зная чем заняться, Эдуард предался развлечениям той прекрасной эпохи. Питье шампанского, курение сигар, скачки, азартные игры, хористки и молодые замужние женщины. Его явно влекло общаться с аутсайдерами. Не к подозрительным личностям, но к евреям и католикам, банкирам и иностранцам, Эдуарда выводил из себя очевидный расизм империи. Если у человека черное лицо или другая религия, это не причина считать его за животное. Эдуард заседал в комиссии по жилищному строительству для рабочих, иной раз оставлял ночевать человека из рабочего класса в своем доме. Это был член парламента и член комиссии, но есть ему приходилось в пальне за неимением подходящего для ужина костюма. Но, тем не менее, у пожилого и толстого короля Эдуарда Седьмого имелась социальная совесть. Его прекрасно понимала и утешала любовница Алиса Кеппель. Эдуард видел в себе короля из детских сказок, торжественного, веселого и заботливого. В 1903 году, игнорируя свое правительство, он уехал во Францию на переговоры. В результате возник договор Атланта-Кардиаль. Ненавидя Кайзера, своего племянника, он изолировал Германию. Прессу и правительству удалось убедить поддержать договор. По договору, если Германия нападет на Францию, Англия начнет войну, что и произошло в 1914 году. Эдуард противился демократизации Британии и был противником права голоса для женщин. Его реакционные взгляды вызвали кризис, когда в 1909 году Ллойд Джордж хотел ввести пенсии по старости. Для получения денег потребовались бы новые налоги. Тори в палате лордов затормозили так называемый народный бюджет, а когда либеральное правительство предложило отнять у лордов такое право, они, понятно, забаллотировали и это предложение. Премьер предложил королю назначить 250 новых пэров, чтобы получить перевес. Король не пришел в восторг, но не успел воспротивиться. В разгар схватки в мае 1910 года Эдуард умер. Трон унаследовал Георг, его сын с 44 лет. Георг Пятый Это второй сын покойного короля. Он служил на флоте и был сильно к нему привязан, но оказался наследником трона после неожиданной смерти старшего брата в 1892 году. Георгу пришлось бросить любимые занятия и жениться на женщине, ранее обрученной с его братом, принцессе Мэри Текской. В наследство он получил состояние 140 миллионов фунтов в современных ценах и политический кризис. Георг поддержал правительственный бюджет и отобрал часть прав у палаты лордов. Взамен корону перестали облагать налогами. Правда, король стал оплачивать и свои поездки за границу. Это соглашение вырвало зубы у палаты лордов. Теперь, как решит правительство палаты общин, так и будет. Единственным ограничителем их власти стал король. Один вопрос, применит ли он свое право и что будет после этого? Сначала король был слаб. В начале войны с Германией короля считали немцем, что было правдой. Он спокойно сохранял почетные титулы генерал-фельдмаршала прусской армии и адмирала имперского германского флота. Ради спокойствия, чтобы больше походить на британца, в июле 1917-го Георг решил сменить фамилию. Вместо Сакс-Ковур-Гота он стал Виндзором и перестал быть германским принцем и герцогом Саксонским. Революция грозила всерьез. Кузен Ники, российский царь, был смещен в феврале 1917-го. Новое правительство России предлагало ему уехать в Англию. Ллойд Джордж соглашался, но Георг не хотел связываться с человеком, которого заклеймили как тирана и заставил правительство отклонить это предложение. В октябре к власти пришли большевики. Николай со своей семьей был убит. Для сохранения королевской репутации считалось, что Ллойд Джордж не дал царю убежище, несмотря на просьбы короля. В ноябре 1918-го революция вынудила отречься кайзера, кузена Вилли, и Германия прекратила войну. Весь политический ландшафт изменился. Когда Георг вступил на трон, было шесть императоров, к 1925-му году остался он один, да и то подвергался опасностям. В Южной Ирландии многие были республиканцами, а попытки удержать ее силы привели к катастрофе. В 1922-м году возникло Ирландское свободное государство, король потерял заметный кусок королевства. Богатство королевской семьи продолжало расти. Королева Мэри увлекалась собиранием дорогих безделушек по специальным ценам. Романовы не могли соединиться с британскими родичами, но к ним попала значительная часть их драгоценностей. Люди прятали свои сокровища, если ожидали визита королевы. Она же намекала, что ей хочется это иметь, а иногда просто уносила. Ее возмущенные ассистенты потом возвращали вещи владельцам. В 1924 году Ромсей Макдональдс стал первым лейбористом премьером. Старый политический истеблишмент получил пинка. Никто не знал, во что это выльется. Потом разразился кризис на Уолл-стрит и обрушились финансы. Правительству требовались крупные займы, а от него требовали уступок в пользу безработных снижения расходов на армию. Лейбористский кабинет не мог выполнить все условия и Макдональд пришел к королю с отставкой. Для Георга наступил решающий момент. Если консерваторы будут навязывать жесткую политику, разразится классовая война. Все вместе с королем будут сметены со сцены. Он не принял отставку, сказав, что патриотический долг требует от Макдональда остаться лидером новой коалиции, которая пробьет требуемые снижения расходов. Так с ними согласятся скорее. Это был чрезвычайный случай применения королевской власти и был не последним. Когда в 1931 году объявили о снижении расходов, забастовал весь Атлантический флот. Эта крупнейшая в мире военная группировка собралась у Инвергардона. В Адмиралтействе началась паника. Мятеж. Разведка доносила о коммунистическом заговоре, мол, матросы собираются маршем на Лондон, собирая по пути всех недовольных, даже полицию. Финансовые рынки вошли в штопор. Банк Англии прекратил обмен банкнотов на золото, отказался от золотого стандарта. Адмиралтейство намеревалось обстреливать мятежный флот суши, топить собственные корабли. Король решил спасти флот и страну. Моряков он знал, это не революционеры, с ними нужно только правильно говорить. В полной секретности он взял контроль на себя, поручил уладить ситуацию отставному адмиралу. Адмирал Джон Келли не имел поручения от правительства или адмиралтейства, ему приказали отчитываться напрямую королю Георгу. Он предложил флоту сделку, пусть они возвращаются в свои порты, а король серьезно отнесется к их жалобам, и никто не будет наказан. Этот разумный подход сработал, но и роль короля в этом и назначение Келли замолчали. Нам не следует знать, какую власть может проявить король. То, что мятежников не накажут, конечно, было ложью. Потом всех зачинщиков выявили и постепенно отставили. В 1932 году король выступил с первым рождественским радиообращением. Теперь он входил во все дома империи. Империя тоже изменилась. Теперь доминионы, белые части империи, Канада, Австралия и прочие легально становились независимыми от Вестминстера. Возникло британское содружество и во главе его стоял суверен. Георг захотел сделать монархию более британской. Это принесло бы больше надежности. Его детям не разрешили брать супругов из других королевских родов. Теперь положение монархии изменилось, но не так как ожидалось. В 1936 году 70 лет король умирал. Врач лорд Досон не хотел, чтобы о смерти первыми написали вульгарные вечерние газеты. Все слышали о лорде Досоне из Пена. Он убил столько людей и поэтому мы поем «Боже, храни короля от Бертранда лорда Досона Пенского». Чтобы соответствовать срокам выхода газеты Таймс, лорд Досон сделал королю смертельную инъекцию, названную гранатой. Королю сказали, что он выздоровеет в Богнере. Его последними словами было «К черту, Богнер». В Таймс эти слова звучали как «Что с империей?». Эдуард Восьмой Преемником стал сын Эдуард, 38 лет, плохо образованный ребенок, без деятельных родителей. Королева держалась вдали от всего, а Георг произнес знаменитую фразу «Мой отец боялся своего отца, а я боялся его, и я позабочусь, чтобы мои дети боялись меня». Поэтому Эдуард много путешествовал и, будучи самым знаменитым холостяком, вступал в связи со многими замужними женщинами. Кульминацией его похождения стала дважды замужняя американка Уоллис Симпсон. К моменту вступления Эдуарда на трон интрижка была в разгаре, но ее муж отказался дать развод. Британская пресса не касалась этой темы, зато остальной мир ею восхищался. Эдуард хотел жениться на Уоллисе и сделать ее королевой. Премьер и архиепископ Кентерберийский сказали, что страна это не стерпит. Так ли это? Вряд ли Эдуард был довольно популярен. Он хотел обратиться к нации по радио, но и это ему не позволили. Якобы это неконституционно. Не имея записанной конституции, правительство могло поступать как хотело, но оно было право. Это было бы слишком. Куда там слухом, будто Уоллис была лесбиянкой или мужчиной в садомозакистских отношениях с Эдуардом? Главное не в том, что церковь не допускает брака с разведенными, или в том, что, как оказалось, Уоллис тайком имела двух любовников, торговца машинами и ирландского пэра. Истинная причина раскрылась в 2002 году. Оказывается, ФБР предупреждало британское правительство о третьем любовнике Уоллисе, немецком пасле фон Риббентропе. Вернее, ФБР назвало ее немецким агентом. Правительство настояло, чтобы Эдуард бросил Уоллис ради сохранения трона. Эдуард предпочел любовь к трону. Он отрекся и уехал с миссис Симпсон во Францию. Коронация состоялась, но на трон сел брат Эдуарда Альберт. Георг Шестой Альберда короновали под именем Георга Шестого. Он был моложе брата на полтора года и полностью лишен его социального изящества. Скромный, заикающийся он был счастливо женат на Елизавете Боус Лайон, дочери мелкого шотландского аристократа, первый король после Генри Восьмого, имевший незнатную жену. Королеву Елизавету англичане хорошо помнят как королеву мать. Супруги показали, что хорошо понимают проблемы подданных, вызванные Второй мировой войной. Букингемский дворец подвергся бомбардировкам, и королева сказала, что может теперь смотреть в лицо простым людям. То есть королевскую чету не станут освистывать во время визитов к людям, чьи дома также пострадали. Правда, проводя дни в Лондоне, они уезжали на ночь в Виндзор, там безопаснее. Впрочем, они спаслись действительно чудом. Война продолжалась, королевскую чету все больше ассоциировали с Черчиллем. Он представлял дух нации, упорно стремящейся сокрушить нацистов. Когда праздновалась победа, было уже естественно, что церемонии проходили вокруг Букингемского дворца. К моменту своей преждевременной смерти в 1952 году король, этот деревенский джентльмен и его жена в огромной мере сумели вернуть монархию на центральное место в британской жизни. А монархии уходили отовсюду. К моменту смерти Виктории на континенте было 16 монархий. Теперь не осталось ни одной. Монархии восстановились в Бельгии, Голландии, Швеции, Норвегии, Дании, но как бледная тень прежнего королевского величия. Елизавета Вторая Новая королева, 25-летняя Елизавета Вторая казалась сказочным пережитком ушедшего чарующего мира. Ее коронация явилась пышным зрелищем в стране, пострадавшей от бомбардировок. Четыре дома из каждых десяти пострадали или были разрушены. Это зрелище было показано по телевидению, хотя архиепископ Кентерберийский боялся, что мужчины в пабах не будут снимать перед королевой шляпы. Рядом с королевой в карете ехал муж. Как и Альберт, он не был коронован. Филипп Герцог Эдинбургский из греческого и датского королевского дома Шлезвик Гольштейн Зонденбург Глюксбург фамилии не было, и он получил ее от родственников королевы Мандбаттен. Не было сомнений, что королева станет скромным сельским сувереном, как прочие европейские короли. Но ее мать, вдова Георга, считала, что дочь будет царственной и великой. Королям полагались лакеи, замки, дворцы, золотые кареты. Но королева обходилась шестью машинами, тремя шоферами, пятью поварами, двумя пожами, тремя лакеями, двумя костюмерами и тридцатью секретарями, служанками, казначеями и домоправителями. И она не сомневалась, что короли не обязаны платить налоги. Долгое время она находила удивительное внимание со стороны правительства. В 47-м году, когда к власти пришли лейбористы, помимо национализации и классовых деклараций типа «теперь мы хозяева», нашлось место соглашению о том, что правительство берет на себя расходы по Букингемскому дворцу. Сейчас консерваторы взяли на себя расходы за королевский поезд и королевские визиты за границу, освободили королеву от налога на собственность, не говоря уже о расходах на Сендрингем и Болморал. Еще во время премьерства Эдварда Хита впервые официально было заявлено, что королева не платит налогов. В 1973 году ее исключили из правила о том, что истинные держатели акции обязаны открывать себя, пусть даже они скрываются за номинальными держателями. Какие акции принадлежат королеве, знают в банке номинальных держателей Англии, которым могут пользоваться только главы государства. Для этого банка сделали исключение. А в 65 году, когда лебористы ввели налог на прибыль на капитал, для королевы также сделали исключение. Несмотря на эти меры, делались огромные и неизвестные состояния. У королевы имеется 600 работ Леонардо да Винчи. Говорят, что они ей не принадлежат, поскольку она не вправе их продать. Но королевская коллекция практически не выставлялась публично. Почему? В чьих интересах это делалось? Очевидно, английская монархия может блистать в такой степени, которая намного превышает возможности общественного кошелька и не обращаться для этого к налогоплательщикам. Но по последним подсчетам, каждый англичанин вносит на это 61 пенс в год. Этой суммы свыше 36 миллионов не хватает на гигантское шоу, которое представляет из себя британская монархия. Конечно, мало кто допускает мысль, что монархия может быть не столь величественной. В 57 году лорд Олтриным написал статью в пользу модернизации монархии. Он называл двор самодовольным и неприкосновенным, называл королеву педантичной школьницей, говорил, что монархия не должна столь тесно быть связанной с высшими классами. Герцог Аргалайский заявил, что лорда следует повесить и четвертовать, и BBC поставила это вне всяких сомнений. Хотя Олтриным все понял неправильно. Расточительного блеска вот чего публика ожидает от монархии. Королеву на велосипеде будут презирать. Публика хочет поклоняться, и она хочет этого до сих пор. Поклонению было суждено продолжаться еще минимум 20 лет. В год юбилея королевы в 1977 году запретили транслировать гимн группы Sex Pistols, «Боже, спаси королеву» и ее фашистский режим, побивший все рекорды продажи. Еще более интригующей кажется, несомненно, уменьшающаяся роль короны в общественных делах. Имперский титул исчез еще в эпоху Георга VI, когда Индия и Пакистан обрели независимость. Империя стала содружеством. Из 58 стран, побывавших членами этой организации, только 16 считают Елизавету главой государства. Почему так важно сохранять и поддерживать монархию? Отчасти это связано больше с самой Елизаветой, чем с институтом монархии. Елизавета I, Виктория, Елизавета II, правление этих почтенных матрон рассматривается англичанами как достойное, что в какой-то мере скрепляет общество. Население Британии становится все более разнородным, из стран содружества приезжают люди, которых не допускают в политическую жизнь, а часто и в легальную экономику. Поэтому предполагается, что королева станет ядром патриотической привязанности. Она до сих пор остается осью британского содружества, его энергичной номинальной главой, и она распространяет образ блестящей и чарующей королевской власти, которая вне политики. Королева синоним Британии и очень поддерживает легитимность государства, которое без этого сильно поблекло бы. Последний момент в этой церемониальной истории королей случился 29 июля 1981 года на свадьбе наследника трона принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. 700 миллионов человек смотрели, как 20-летняя принцесса выходила из стеклянной кареты, чтобы выйти замуж за 32-летнего принца. Брак был организован королевой матерью и бабушкой Дианы. Каждая по своим соображениям считала, что это наилучшая партия. Но оказалось, что у Чарльза связь с замужней женщиной Камилой Паркер Боулс, правнучкой Алисы Кеппель. В медовый месяц принц якобы больше интересовался книгами Лоренса Вандер Поста, чем Дианой, и носил запонки с надписью Чарльз Камила. Диана разочаровалась, чувствуя, что королевская семья настроена против нее. В 1992 году все развалилось. Королева назвала это своим ужасным годом. Второй сын Эндрю сняли без лифчика в поцелуи с финансовым советником. Дочь принцесса Анна развелась с капитаном Марком Филлипсом. Разрыв Чарльза с Дианой сопровождался зрелищными обвинениями в СМИ. Виндзорский дворец задымился. Далее почва зашевелилась. Когда было объявлено, что 40-миллионный счет за ремонт будет оплачен из налогов, раздался единый возглас. Но уж нет. Королева решила, что лучше оплатит 70% расходов сама. Чтобы получить деньги, она даже открыла свои дома для посещений. Королеву удивительно мало критиковали. В эпоху, когда СМИ способны одернуть любого, королеви и ее матери относились с уважением, с поклонением. Но общество отыгрывалось на других членах королевской семьи, подвергая их резким нападкам и унижениям. Зачем мы поддерживаем королевскую семью и ее могущество? Зачем мы даем им деньги? Свора прессы впивалась им в пятки. И тогда королева вызвалась платить подоходный налог, возвратить выплаты от парламента, полученные другими членами семейства. Но положение не улучшилось. Саму королеву тоже критиковали в 97-м году, когда принцесса Диана погибла в автомобильной аварии. Все мы помним тот шок и ужас, а также споры о недостаточной реакции, выказанной старшими членами королевской семьи. Было ощущение, что в тот момент они не были частью нации. Или программа Георга Пятого по интеграции монархии в жизнь общества оказалась невыполненной. Вместо монарха предупреждающего и советующего премьер-министру, как полагалось, по его конституционной роли, премьер советовал суверену проявить больше публичного внимания. Королева должна была печалиться, иначе монархия окажется в опасности. Теперь будем ждать, что случится дальше. Наследник трона с любовницей навсегда замараны памятью о публично погубленной принцессе. Королева стареет. Длительность ее царствования начинает соперничать с эпохой королевы Виктории. Можно ли рассчитывать, что страна примет ее сына в качестве короля? Монархии в этой стране всегда приходилось торговаться, монарх всегда был зависим от людей. Торговля была ключом к выживанию. Это началось при Вильгельме Завоевателе. Он понял, что не сможет управлять страной, не зная языка ее жителей, не зная законов, традиций, даже географии. Это проявилось в серии кризисов. Монархов, хотевших управлять без согласия, просто убирали Матильда, Джейн Грейн, Ричард Кромвель, Яков Второй. Чтобы дать согласие, люди хотят увидеть, что суверен достоин трона, уважает законы, хотя ни один суд не может его заставить. Сейчас к этому относится и обязанность платить налоги. Отчасти этот институт поддерживает характер королевы. Несмотря на огромное давление, имея в руках дело, которое никогда не дает покоя, она сохранила гибкость и удивительную конституционную осторожность, что гарантирует ей почетное место в истории. Но что потом? Британская монархия дает великолепное развлечение для нации, отчасти как мыльная опера, отчасти как ходячий анахронизм, который не дает покоя другим главам государства. Но все требует свою цену. А когда цена чересчур велика, чтобы бесконечно поддерживать эту самую удивительную форму правления, то не следует исключать ее неожиданный конец. Автор текста Аллан Эррейра. Операторы Джон Муркрафт, Тимоти Паттерсон, Мэтью Нилс. Композитор Том Смейлс. Режиссер Рэчел Гриффитс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова